Особое мнение на 101FM Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Сегодня у микрофона Мария Кожевникова. В гостях у нас депутат ОЗС Михаил Ковязин. Михаил, добрый день! Всем добрый день! Давно не встречались мы с вами в этой студии. Как в большинстве разговоров случается, давайте сначала поговорим, как дела, о погоде, да, прекрасной. Во-первых, больше года прошло с тех пор, как вы стали областным депутатом. Да, все верно. Вообще, вот насколько ваша деятельность поменялась? Структура обращений, больше или меньше вопросов удается решить? Может, бюрократии стало больше или наоборот? Работать стало легче, свободнее, больше рычагов, ресурсов? Структура обращений не поменялась сильно, потому что я избрался от одного из городского округа, поэтому проблематика, к которой ко мне обращались с проблемой ЖКХ, дорогами и так далее, она осталась. Хотя на самом деле функционал депутата законодательного собрания городской думы, а он чуть-чуть отличается, потому что в городской думе в большей степени хозяйственных каких-то вопросов, законодательный, это все-таки же законодательный орган, и здесь это вопросы законотворческой инициативы, но люди по привычке ко мне обращаются, и эти вопросы мы стараемся по мере возможности решать. Больше или стало полномочий? Но на самом деле здесь просто, может быть, больше доступа, скажем, к информации, к решениям, которые затрагивает в целом наш регион, а не только город Киров в частности. И на самом деле понимаешь, что то, что происходит в Кирове, и достаточно много проблем, которые сейчас есть в Кирове, что касается других муниципалитетов и населенных пунктов области, там ситуация еще печальнее. Вот это как бы то, что не было такое введение в городскую думе. А так в целом примерно те же обращения от жителей своего округа, которые меня избрали в 2021 году. И объем, который удается решить, он не меньше. Я просто посмотрела вашу страничку ВКонтакте, мне бы казалось, что там меньше постов какой-то депутатской активности. Ну, возможно, просто нет времени на написание постов, а активность-то осталась. Времени стало, да. Все времени стало меньше именно для того, чтобы публиковать какую-то информацию. Тем не менее, обращения там идут, просто они уже идут в таком запрос-ответ. Там, ну, в силу того, что я депутат на неосвобожденной основе, то есть у меня есть основная работа, и она как бы там чуть-чуть внесла коррективы с точки зрения свободного времени. Чуть-чуть отнимает время. Да, но в целом идем в том же направлении. Там я по-прежнему занимаюсь вопросами филейки. Вот, плюс, вот считаю, что достаточно важный закон, который начал наконец-то действовать, это по ограничению торговли алкоголем. Это, естественно, не решит пока всех вопросов, но я активный сторонник хотя бы этого закона. Вот, хотя бы мне было больше 10 звонков с претензиями о том, что сейчас, дескать, негде купить в каком-то микрорайоне шоколадок, там, сока дешевого. Ну, я сейчас говорю про те магазины федеральной сети, которые были вынуждены закрыться, находясь в бывших квартирах, которые переведены в нежилое. Ну, вот я, насколько знаю, сейчас будет дорабатывать областные депутаты этот закон. Ну, я надеюсь, что они не вернутся в исходную точку, и просто здесь, безусловно, есть, наверное, муниципалитеты в области, которые за счет этого закона там сильно сузили количество возможностей для жителей приобретать товары первой необходимости. Но я всем своим, кто обращался с негативным отзывом, всем говорю, что без алкоголя прожить можно. Вот, и есть продукты первой необходимости. И в Кирове, и в области, и в стране есть очень много предприятий, торговых точек, которые успешно функционируют без продажи алкоголя. В Кирове это, еще раз говорю, там, фермерские продукты, это крупный агрохолдинг, который не продает, повторюсь, у себя в магазинах, никаких алкогольной продукции, там, еще что-то, и работает в себе в плюс. Поэтому говорить о том, что основной был упор, что вот, дескать, жители пострадали, бизнес пострадал, но это такое лукавство. Я считаю, что ограничивать продажу алкоголя нужно. Это первый шаг. Следующий шаг – это вообще закрывать магазины, которые работают 24 часа в жилых домах. То есть этот закон пока не ограничивает именно работу в 24. Вы имеете в виду совсем закрывать? Мое мнение, все магазины, которые ночью торгуют, надо закрыть, повторюсь, если не в жилых домах. Если есть спрос на покупку молока или хлеба в ночное время, это, может быть, магазин расположен не в жилом доме, в отдельно стоящем, в административном. То есть это та практика, которая есть не только в нашей стране, но и в целом в других странах мира, скажем так. Так, подождите, вы хотите закрыть только мини-маркеты? В смысле, предлагаете? Или вообще все? Ну, допустим, есть магазин у филармонии «Глобус», он работает 24 часа. Мне кажется, это очень удобно, и он в жилом доме. А вы спросите людей, которые живут над «Глобусом», насколько им удобно, когда кондиционеры в летнее время молотят всю ночь. Вы спросите людей, которые, повторюсь, если это... Я сейчас говорю о том, что магазин, который вы сейчас сказали, он изначально был нежилым. Там чуть-чуть ситуация с звукоизоляцией, с высотой потолков, другая. А вот есть маленькие точки, которые работают в формате 24, ну, наверное, и этот магазин отчасти. То есть проблема же в том, что, да, там, бизнес с одной стороны, но количество жильцов, которые страдают от этого, ну, с другой, повторюсь, там, насколько целесообразно иметь такие точки, достаточно много. Я про свой микрорайон скажу. У нас нету «Глобуса», который работает 24, но у нас очень много магазинов-мини-маркетов 24 часа. И понятно, что по закону нельзя торговать алкоголем, они это делают. И единственный путь, на мой взгляд, чтобы они это не делали, это, в принципе, запретить торговлю 24. Там самый главный момент, который возникает, и который пока не дает эту ситуацию исправить очень быстро, это что делать с аптеками круглосуточными. Потому что спрос на круглосуточные аптеки есть, и они находятся в жилых домах. А их нельзя разделить? Ну, вот там есть нюансы. Мы же понимаем, что если мы закроем просто магазины и оставим аптеки, то у нас станет очень много аптек 24, в которых будет только одна позиция продаваться, условно говоря. Боярышник. Да, ну, как вариант, я просто говорю сейчас. Поэтому я так просто, чтобы не уходить далеко, то есть я считаю, что вот эта инициатива, которая большинством депутатам поддержана, она правильно. Да, есть моменты и нюансы, которые нужно дорабатывать. И я считаю, что самое важное, что это первый шаг, но он не должен быть последний, чтобы, повторюсь, моя задача ограничить количество доступа алкоголя для жителей города Кирова. Он не должен быть так легкодоступен, как, повторюсь, обычные продукты питания. А расскажите подробнее, вот эта инициатива, она уже в какие-то стадии прошла, да, я так понимаю? Вот я сейчас то, что рассказал, закон уже принят, а те поправки, которые сейчас идут и планируются там в обсуждении там в апреле-майе, они пока еще... Нет, нет, это тот закон, который уже принят, а вот эта вот идея о том, чтобы закрыть вообще магазин 24. Нет, это идея не депутатов, это у меня есть такой один из наказов, который был еще в 21 году мне дан, то есть это именно закрыть магазин 24. Я считаю, что мнение жителей вполне адекватное, основано, потому что, повторюсь, здесь вопрос, на одной чаше весов 2-3 продавца в магазине, а на другой практически весь подъезд, и иногда не один подъезд дома, который вынужден... Ну, то, что я сказал, это не только пьяные драки около этого магазина, который происходит в ночное время, сейчас начнется лето, и я вас уверяю, там где купили, там будут распивать, и здесь никакой полиции нам не хватит, чтобы с этим работать. Просто нужно ограничить и там сделать это так цивилизованно, как, повторюсь, наблюдаться в других частях и отдельно стоящие магазины, пожалуйста, пускай они торгуют, там, заправки это будут, или какие-то административные здания, ну, то есть люди ночью без хлеба не останутся, я вас уверяю, но возможности купить алкоголь в ночное время должно быть меньше, повторюсь, потому что это мешает в первую очередь, помимо того, что алкоголизация страны, это мешает жителям, которые живут в доме, где им там находится, к сожалению, такой магазин. Еще раз уточню, эта идея вами пока что только озвученная, вам наказом от жителей переданная, в ОЗС еще нигде не обсуждалась. Нет, то же самое, как и торговля, ну, чтобы было понятно, когда изменили время начала торговли алкоголем. Раньше было с 10, а сейчас с 8. Жители, опять же, у меня есть конкретное обращение, которые говорят, если раньше кондиционеры включались в 10 часов, к этому времени мы были уже на работе, то теперь кондиционеры хлопанят дверей, повторюсь, крики. Мы же сейчас говорим о том, что там не все такие магазины, которые изначально были как магазины с высоким потолком, с фугазеляцией и так далее. То есть людям некомфортно в 8 утра вставать, в том числе в субботу, воскресенье, от того, что начинают гудеть кондиционеры. Ну, и здесь я как раз помогаю таким жителям начинать работать с такими магазинами. Есть случаи, когда мы договаримся с такими магазинами, и заменять кондиционеры на менее шумные, потому что в том числе это не только алкогольные магазины. Повторюсь, интересы жителей должны быть превыше всего. Бизнес важен, но это вторичная история, потому что главное это человек. А бизнес и люди, которые там работают, они должны находиться в противоречии с законами, правами граждан. Вот так моя позиция. О погоде теперь немного. Погода прекрасная, летняя вдруг наступила. Да, ну, пыль в глаза апрель, наверное, пускает, как всегда. Ну, вообще, на ваш взгляд, такую внезапную весну, а в этом году она, правда, очень внезапная, город готов был встретить. Я имею в виду об уборке города сейчас говорю. Справляются ли подрядчики с ней? Ну, на мой взгляд, нет. Значит, ну, там единственное допущение, что возможности выходить в детали, и сколько выходило машин, как часто они обслуживали этот год и прошлый, какое-то изменение есть. Но я, как и обычные жители, видят, когда изменения существенные. То есть вот существенных изменений нет. То есть как мы видели, песок в приладковой зоне, я сейчас говорю, опять же, в первую очередь не про вылизанный центр, мы сейчас находимся рядом с правительством области, не вот это место, а условно окраины города, где до сих пор еще этот песок не убрали. Хотя давно уже снег сошел. Песок лежит на тротуарах, которые обильно посыпали в этом году, и там где-то вздулась тротуарная плитка и так далее. То есть вот пока проблематики сильные в плане улучшений, я на примере микрорайона, где я живу и который представляю, я сильно не заметил. Я вот тоже живу на Зональном, и как раз вот из-за такого резкого таяния, из-за такой ранней весны, я первое, что увидела, это то, насколько грязный город, просто резко в городе стало грязно, не стало снега, и сплошной мусор, а курки, и ничего не убирается. Ну и к нашей управляющей компании, наверное, вопрос, сгребли кучки, потом эти кучки лежали дня четыре. Я думаю, в деревне, наверное, люди не жили, а то бы знали, что куры все разгребут, убирали бы сразу. Теперь мешки с мусором стоят в этих местах. Ну и здесь надо разделять, на мой взгляд, это ответственность муниципалитета, это муниципальные дороги и тротуары, и ответственность управляющей компании. На управляющей компании жители, я убежден, имеют воздействие, то есть, по сути дела, у нас с ними договорные отношения, они могут убедить, заставить управляющую компанию сделать чисто, в рамках, естественно, тарифа, если его хватает. Вот с городом, к сожалению, все сложнее, потому что, как правило, жители начинают слушать только перед выборами, когда нужно им угодить, сказать приятные для их ушей слова, а вот все остальное время, к сожалению, мы видим, что все обращения граждан, они, к сожалению, очень часто теряются в шквале тех обращений, которые идут в социальной сети и от городской администрации, и Куприта, и всех других служб, в том числе, там, правительство области, губернатору достаточно много идет негативных обращений, которые показывают о том, что каких-то глобальных, повторюсь, это моя точка зрения, глобальных изменений, улучшений, точнее, их пока и я лично не наблюдаю. Ну вот интересно, вы историю рассказали до эфира, я хочу, чтобы вы рассказали нашим слушателям о том, что когда жители даже хотят проявить инициативу, да, и обращаются к депутатам, то эту инициативу могут загубить. Вот как раз, да, если про этот пример, это вопрос взаимодействия и координации и самоответственности муниципальных служб. По наказам городского депутата, то есть это было достаточно уже относительно давно, это точно не позапрошлый год, значит, высадили кустарник на муниципальной территории, который был, преследовали задачу очень простую, это сделать защиту от пыли, не устанавливать в этом месте, так называемые, серые заборы, как бы, да, и ограничить выход пешеходов на проезжую часть. Вот. За счет наказов цена вопроса относительно, может быть, бюджета небольшая, это было меньше 100 тысяч рублей, но тем не менее, деньги бюджетные потрачены. На следующую же зиму высадка происходила через УДПИ, понятно, был подрядчик. На следующую зиму город Урмастро их срезал, когда убирал снег, там, ну, причем, повторюсь, это было на газоне, вот, они срезали ковшом, ну, так убирали снег, там, срезали все подчистую, вот, потом мы, по гарантии, подрядчик снова высадил, ну, потому что же есть факты, вот, и в этом году ситуация не поменялась, причем, когда ее не высаживали, я говорю, сейчас ты уже отметьте себе, что здесь не просто газон, здесь высажен кустарник, вот, все кивнули мне УДПИ, значит, ГДМС, там, да, но в этом году снова срезали все в ноль, осталось два маленьких кустика, и вот, у меня вопрос, стоит ли еще раз там тратить бюджетные деньги, если каждый год, знаете, как грабли наступаешь, ну, не один раз, а каждый раз с каким-то там мазохистским настроем, как бы на одно и то же, повторюсь, две муниципальные структуры, УДПИ и ГДМС, которые являются генподрядчиком там, вот, понятно, что не они сами все строили, но в их полномочиях между собой договориться отметить на дорожной карте участки, которые там были высажены к кустарнике, и уборку делать другим путем, то же самое касается там тротуаров, когда по наказам я делал тротуары, их не чистили годами, потому что ГДМС говорил, у нас этих тротуаров на наших картах, условно назовем там, я, может, неправильно называю терминологию, их нет, значит, ну, повторюсь, это сделано было не просто там, не я сам положил, это сделал тротуар. И забыли кому-то сказать. И это делал муниципалитет за счет муниципальных денег, поэтому вот такие, скажем, истории, они, к сожалению, еще будут длиться долго и долго, не говоря уже о том, что снова, когда снег ушел, ну, во всяком случае, я увидел, что дороги, которые подходят гарантийный срок, их можно делать заново, и такое ощущение, что специально прорабатывают так, делать дороги, чтобы вот гарантия пока есть, они еще держались, как только гарантия заканчивается, можно снова тратить бюджетные деньги заново, потому что качество дорог, ну, как бы, оставляет желать лучше, ямы, колейность, и можно упирать там на снег и так далее, но опять же, если мы посмотрим на отдельные участки города, которые находятся там, скажем так, в привлекательном районе, скажем, тот же вот правительство области, я думаю, я думаю, что здесь количество ям, колейности будет на порядок меньше, чем вот или у вас, где вы живете, или на других окраинах, где, к сожалению, это там уже естественный такой вариант, когда каждый год можно что-то делать. Но опять же, за эфиром мы с вами обсудили, что сейчас тротуары делают так, что их потом чистить нельзя, потому что они будут сломаны. Да, у нас есть тротуар на Октябрьском, ну, аллее Октябрьского проспекта, и когда ее очистили, я спросил, ну, там, просил не называть тракториста, как бы, я говорю, слушайте, вы как-то так очень аккуратненько и как будто нежно вы ее чистите. Он говорит, ну, потому что меня предупредили, если делать, скажем так, убирать весь снег, то плитка повылетает, будут колейности, ну, и в итоге, если на придавых территориях тротуары очистились от снега практически там в первой половине марта, там, ну, в середине, то вот этот участок, это вот у Дома Дружбы Народов, к сожалению, там, еще 24 марта он был в снегу, то есть тротуар, повторюсь, муниципальный, находится на Красной линии на Октябрьском проспекте, ну, вот, простой пример, там, он не на северной какой-то стороне, то есть, это потому что плохо убирают, потому что понимая, что если будут убирать хорошо, то его снова придется делать. Если не ошибаюсь, этому участку буквально два, может максимум три года, когда его сделали, вот и все, и практически уже снова сами же муниципалитеты понимают, что, возможно, придется скоро переделывать. А по поводу кустарников, их, видимо, надо садить не вместо серых заборов, а вместе с серыми заборами. Тогда их... Если бы вот на этом участке был бы еще серый забор, то, безусловно, грейдер бы не срезал, потому что серый забор бы ему бы не позволил это сделать, но деньги тратить в два раза, ну, достаточно, повторюсь, странно. Задача была высадки кустарников, защита от пыли, и первая задача, вторая, которую забор не решает, вторая, это безопасность, потому что участки были, кустарники были высажены так часто, что через 2-3 года, когда бы не разрослись, то есть просто люди бы не стали выходить на дорогу, потому что это было бы неудобно, там, продираться через него. Но, к сожалению, вот эта инициатива на маленьком участке, там, буквально 400 метров, претерпела фиаско, и, повторюсь, там, из-за безалаберности, на мой взгляд, это мое мнение, субъективное, там, двух муниципальных служб, а уж кто там за это отвечает, ну, наверное, должны сами разобраться. Вот у нас вчера в эфире был Печенки, но он говорил, что они помнят об этой идее по поводу замены заборов на кустарники, и я помню, были идеи, помните, по московской высадить, еще где-то, как думаете, это реально, вот, ну, в связи с такими историями? Ну, в принципе, реально, то есть вопрос просто, какие тогда кустарники садить, и как они будут отмечать их посадки, потому что, если, повторюсь, у нас, ведь чистят не всегда основной подрядчик, а субподрядчики, то есть вот ему никто, если не скажет, он так, как было год назад, два года назад, он будет чистить так, как ему удобно, то есть его же проверяют по другим принципам, не то, что он там что-то убрал, срезал, повредил, как сказать, снега нет, ты молодец, снег есть, ты не молодец, а то, что здесь идет какая-то посадка, ну, все разведут руками, скажут, ну, что делать, мы об этом не знали. Ну, давайте к новостям, их много, что успеем, то обсудим. Одна из свежих, поменяли структуру госжилинспекции, там появился отдел, специалисты которого будут следить за капремонтом. Как думаете, изменится что-то? Ну, все-таки здесь ведь комплексный подход нужен какой-то. Есть ли в этом направлении работа? Смотрите, там, на самом деле же фонд капремонт это не частная контора. То есть, поэтому, когда государство создает структуру для того, чтобы следить за другой государственной структурой, это достаточно, ну, опять же, странная история, потому что я не знаю детали то, что произошло в ГЖИ и понадобились ли какие-то новые бюджетные средства на новые ставки, вот, но то, что вопросы к фонду капремонта есть, безусловно, да, там, и я знаю, что поменялось руководство, поменялись подходы и там формат работы, вот, буквально неделю-две назад, значит, но посмотрим, как в этом году фонд капремонта будет справляться с ремонтом, потому что, на самом деле, впереди юбилей, и количество домов, требующих ремонта, в том числе, стоящих на красной линии, еще, как бы, велико. И у меня, опять же, в округе есть дома, которые переносили сроки, плановые сроки ремонта, там два, иногда три раза. Сейчас вот они там наконец-то зашли в работу, но, к сожалению, там, количество подрядчиков в результате неэффективной, может быть, взаимодействия стало так мало, что, на мой взгляд, я считаю, что в этом году снова не справятся с общим планом выполнения ремонтных работ по фонду капремонта. Но хотя бы те дома на красной линии, которые обещают к юбилею. Ну, и же много. Их как раз к юбилею города только их и ремонтируют. То есть, вот сейчас у нас вообще вся программа капремонта, она такая для красоты, а не для, опять же, эффективности. На Октябрьском проспекте, например, два года назад, три даже, я тогда еще был в городской думе, делали фонд ремонт фасада, и жители просили утеплить фасад, как бы, ну, потому что им было холодно. Это двухэтажные дома, еще там, послевоенные постройки. Вот. Но какой-то умный товарищ в фонде капремонта сказал, нет, мне главное красота, поэтому денег у вас немного, поэтому никакого утепления фасада не будет, но будет красиво. И жители говорят, вот нам красиво и холодно, или не очень красиво и тепло, мы за второе, а город за первое. И поэтому здесь мы видим парадокс, когда у нас есть дома 50-х годов постройки, у которых сроки капремонта не наступили, и есть дома 70-х, 80-х даже годов постройки, у которых уже фонд капремонта уже провел ни одну, ни два вида работы. Вопрос, почему такой подход? Ну, вот, можно много про это рассуждать, но, к сожалению, мы видим факты. То есть, не по принципу, чем старее дом, тем раньше капремонт, а по принципу, наверное, каким-то неведанным причинам, повторюсь, в том числе, для того, чтобы показать красивую картинку гостям города, что у нас все красиво, оно углубится все внутрь, мы увидим, что, к сожалению, красоты недостаточно, и люди, повторюсь, ценят не только, не сколько красоту, а на первом месте это комфорт проживания. И мнение их нужно учитывать. К сожалению, вот в вашем эфире много раз говорили, что перенести сроки капремонта вперед практически невозможно. Они скорее назад уйдут из-за того, что не справляются. Ну, и жители новых домов, конечно, не понимают, за что они платят, и еще десятки лет не поймут. Инструмент есть на самом деле, если говорить и про управляющие компании, про фонд капремонта, это брать управление в свою силу, руки, это и переходить на спецсчет, вот, и там создавать ТСЖ или уходить в те управляющие компании, которые вы 100% доверяете. Вот здесь мы как раз про другую проблему, я уже тоже ее до эфира говорил, в других эфирах говорил о том, что, к сожалению, еще готовность граждан к принятию того, что только они являются хозяевами на своих придомых территориях, это, конечно, понимание еще пока не пришло в той мере, как есть в тех же городах-миллионниках, где мы что-то требуем, заставляем и так далее. То есть, потому что, ну, опять же, представьте, открылся магазин, в котором продаются некачественные продукты питания. Жители, скорее всего, в него ходить не будут и скажут все, или будут писать жалобы и закроют. А в части управляющей компании люди иногда мучаются, но не меняют ни управляющую компанию, не проявляют свою инициативу. Вот такой вот есть парадокс нашей жизни. У нас сейчас реклама, а об управляющих компаниях как раз поговорим после нее. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. В гостях у нас депутат областного ЗАГС Собрания Михаил Ковязин. Добрый день еще раз. Михаил, начали говорить уже об управляющих компаниях, о том, что кировчане сложно могут их поменять. То есть, ну вот смотрите, я вот тоже сижу, слушаю и думаю, одно дело, это ведь не только от неосознанности людей зависит, мне кажется, но вот одно дело, когда у тебя свой частный дом и ты один там хозяин, ты сам решаешь, ты готов за это отвечать, но когда 300 квартир в доме или еще больше, со всеми договориться, у каждого свое мнение. Безусловно, сложно. Я сейчас даже не про, ну есть вопрос их самой процедуре, там у меня есть дом, который три раза пытался перейти из одной управляющей в другую и каждый раз им зарубали бюллетени и так далее, но мы сейчас не про это. Я про то, что сложно договориться, да, но если каждый из этих 300 жителей захочет изменить жизнь в своем доме к лучшему, договориться всегда можно. Благо, закон говорит о том, что должно быть не 100% жильцов, вот, а большинство, там, да, большинство нет, от участников голосования, а от всех собственников. Но, повторюсь, в Кирове сотни, может быть, даже тысячи домов, которые выглядят комфортно, приятно, в которых создана, повторюсь, или ТСЖ, или хорошая управляющая компания, и это говорит о том, что значит, можно. То есть, вот, если бы у нас весь город, там, говорил бы о том, что все плохо, и нет хороших управляющих компаний, они есть. Просто, к сожалению, я на своей практике сталкиваюсь, что жители признают, что управляющая компания неэффективна, но собраться все вместе для того, чтобы, повторюсь, решить этот вопрос и перейти в другую управляющую компанию, даже захотеть. Вот, очень большой процент, кто это не готов делать, они говорят, вы там, Михаил, нам сделайте, а мы рядом постоим, посмотрим. То есть, я всегда говорю, нет, я вам расскажу, проведу за ручку, но без вашего воли, без вашего решения, к сожалению, ничего не происходит. Поэтому и управляющие компании у нас, количество растет, 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 и споры, сколько их должно быть, они споров в никуда, потому что пока закон позволяет у нас, достаточно, на мой взгляд, просто создавать управляющие компании, а жители достаточно просто соглашаются перейти в эту управляющую компанию, или им просто дают, в наследство назовем так, когда управляющая компания банкротится, или у нее отзывается лицензия, эти дома через торги передают в другую управляющую компанию, жители за это время могут провести собрание и уйти в другую, но они это не хотят делать, вот правда, мы говорим, не хотят, несмотря, ну, повторюсь, не все, но, к сожалению, там большинство готовы жить в плохих условиях, но при этом ничего не делать. Эта ситуация 100% изменится, это воспитывается некой культурой, и придет, когда другое поколение более требовательно будет большинством преобладать на собственнике, почему мы, например, видим, что новые дома, которых достаточно много, я под новыми домами понимаю, которым там 5 лет, 7 и так далее, у них, как правило, неплохие управляющие компании, потому что там живут молодые семьи, они не готовы мириться с плохим качеством, они покупали дома для себя надолго, и, безусловно, они требовательны, они меняют управляющую компанию. Как только старший дом, как только больше в нем людей, которые недостаточно, может быть, юридически грамотные и так далее, тем больше вот как раз проблематик, которые как бы с этим связаны. Может ли что-то сделать государство? Я, на мой взгляд, считаю, да, потому что нужно проводить правовую работу, консультационную, для того, чтобы людям объяснять, что закон в настоящее время позволяет, и это можно сделать. Ну, а вот опять же вопрос, вы говорите, в хороших домах, в новых домах хорошие управляющие компании. Вот если какая-нибудь развалюха, трехэтажная, двухэтажная, с какой-нибудь улицы, не знаю, мельничной, захочет поменять управляющую компанию, а управляющие компании согласятся на это? Смотрите, у меня вот очень просто. У меня есть улица Металлургов, улица Шорин, на которой двух-трехэтажные дома, повторюсь, в 50-х, иногда 40-х годов постройки. Есть дома, вот прямо соседние дома, которые, как говорится, в какой управляющей компании такой и пойдет, а есть дома, которые в хороших управляющих компаниях. Да, у них другой тариф. У них тариф не муниципальный, у них тариф выше, ну, потому что чем старше дом, тем больше денег требуется для его содержания. Но такие дома, двухэтажно, повторюсь, которым там вот объем работ просто неимоверный есть. И есть дома-хрущевки, в которых, опять же, никому не нужно, все зависит от людей, которые живут в этих домах, и сказать там, я, может, неправильно выразился, сказать, что только новые дома, молодцы, а все старые нет. Это зависит от культуры людей и грамотности, есть ли среди них тот лидер, который объединяет эту основную группу собственников и двигает вперед. И муниципальная, как раз, управляющая компания, вот, может, так немножко в сторону отойду, она не решит эту проблему, потому что у нас в Кирове было несколько муниципальных компаний, вот, и управляющих, я имею в виду. И здесь, опять же, мы говорим о том, что все они признаны банкротами, громкие судебные дела, и просто так сказать, что вот будет одна управляющая компания в Кирове, всем будет хорошо, ну, на мой взгляд, это не та история, которая там нужна городу Кирову. Ну, вот эта история о том, что нужно сократить число УК на треть, да, к весне должны были это сделать, весна наступила, я недавно читала статистику, у нас 200 управляющих компаний сейчас, и число их выросло за год. Видела я новости буквально о паре компаний, которые хотят лишить лицензии, но думаю, что до сих пор эта процедура не завершена. Вот, ну, во-первых, почему тогда так было сказано? Понятно, что это не ваши слова, но ведь они на чем-то были основаны. И реально, во-первых, сократить это число, во-вторых, а надо ли? Реально нет. Я в эфире радиостанции в январе, если не ошибаюсь, об этом говорил, потому что, на мой взгляд, губернаторы ввели в заблуждение процедурными вопросами, которые на сегодняшний день есть, и это невозможно сделать. То же самое, как нельзя закрыть, опять же, треть магазинов розничных. Это невозможно сделать. Только рынок это может сделать. Другое дело, что надо ли, на мой взгляд, на сегодняшний день, если бы у нас не было бы жалоб такого большого количества управляющих компаний, то, в принципе, была бы одна ситуация. Но так как люди жалуются на управляющих компаний, мы видим кучу обращений, наверное, количество управляющих компаний, есть, точнее, управляющих компаний, которые неэффективны, и от них дома надо забирать. Но закон не позволяет это делать таким образом. Это должно быть только волей и зрения собственников. И мы возвращаемся к тому же, чем я сказал чуть раньше. То есть, собственников нужно помочь, взять за руку и провести через эти процедуры, сказать, что вот вы сделаете вот это, вот это, вот это, ГЖИ это должна делать, или какой-то муниципалитет, или какая-то муниципальная служба, это второй вопрос. Но, на мой взгляд, тогда будут какие-то изменения, и управляющие компании становятся естественным путем меньше, потому что пока закон позволяет, их будет в Кирове и 300, и 400, пока мы готовы будем сложать просто сидеть руки и жаловаться, что у нас все плохо в доме. Две минуты осталось. Давайте еще одну тему. Вчерашняя новость. Ввезена премия для учителей математики и физики 5 тысяч за ребенка, который выше среднего написал ЕГЭ. Ну, во-первых, а для чего это делается? Для того, чтобы выпускники поступали на инженерные специальности, они же будут технические, математические, подкованы. Во-первых, меры это эффективные, на ваш взгляд, и во-вторых, а другим учителям каково? Ну, вот всю жизнь она преподает географию, да, и никто ей никаких премий не обещает, не пообещает. Ну, то я... Премии это хорошо, потому что учителя, считаю, незаслуженно получают мало в большинстве своих случаев, поэтому... Как-то по-честному тогда должно быть. Ну, сейчас ориентиры на инженерное образование это да, другое дело, что... Надолго ли они? Успеем ли мы пройти этот курс обучения и останется востребованность? Я единственное могу сказать, что сейчас является... Я вижу, что есть нехватка рабочих профессий, и здесь в большей степени даже не вопрос высших учебных заведений, а вопрос профессиональных учебных заведений, там, ну, по старому ПТУ, техникумов, которые должны сформировать элиту рабочего класса, и я думаю, что они точно в ближайшие десятилетия будут востребованы, потому что, как ни крути, нам не пойти по пути там в Швейцарии и сидеть на дивидендах там от каких-то операций банковских и так далее, а все-таки же мы страна, которая в текущих условиях должна сама себя обеспечивать и в том числе промышленностью, и рабочими силами, поэтому жалко, что это не для всех учителей, но хорошо, что для них тоже сделали. Может быть, с этого начали, да? На этом завершается наша программа, наше время. Михаил, спасибо вам большое за разговор. Спасибо, всем здоровья. Доброго дня. Всего доброго. Доброго дня слушателям. Особое мнение на 101FM